Анализируй это Артем Халимоненко, основатель сети ресторанов доставки еды Фудбенд Артем, здравствуйте Всем добрый день Ну и сегодня, как вы знаете, программа Анализируй это выстраивается по определенным правилам Мы говорим о том, как создавать собственный бизнес, какой-то конкретный Нам сразу зрители пишут, ах, пицца, я передаю вам Какие ошибки учитывать, как лучше поступить в той или иной ситуации В общем, друзья, я напоминаю, для ваших вопросов работает наш WhatsApp По номеру 7903-797-6333 И видеотрансляция на канале Серебряного дождя в YouTube Где вот наша зрительница Олеся, первая пришедшая в чат, уже утверждает, что ее лайк был первым Восхищается пиццей В общем, ждем, ждем от вас вопросов, обязательно буду озвучивать их в эфире Вообще, начать, наверное, было бы правильно с вопроса о том Какое количество невкусной пиццы в Москве надо было съесть для того, чтобы решиться на открытие собственной пиццерии? Вообще, как идея появилась? Каким образом вы пришли к этому? Ну, вообще есть три повода, почему люди откроют бизнес Это из-за денег, по любви и по залету Вот у меня получилось по залету Я занимался вообще рекламой И, собственно, я делал свои сайты и продавал с них просто заказы И сначала я сделал сайт по такси, продавал заказы в такси Вот, это пошло Я потом сделал сайт по пицце Начал продавать заказы с пиццы, со своего сайта в пиццерии Вот, это тоже пошло И пошло прям очень хорошо То есть прям очень, так как пиццу часто едят Соответственно, много было заказов Я сначала работал в Питере с компанией с одной Потом начал, соответственно, в другие города выходить И потом, когда у меня уже был какой-то опыт рекламы в этой сфере И были разные компании, с кем я работал Я понял, что, блин, да, я хочу вот такую пиццу продвигать И так вот, собственно, я пришел к тому, что у меня появился футбенд Я хочу продвигать такую пиццу, это что имеется в виду? Это имеется в виду, что ту, которая нравится вам в первую очередь Или такую, на которую вы, как, да, познаврены поняли, что есть спрос? Которой я бы был потребителем То есть мне, например, там, кроме пиццы я люблю, например, еще роллы Люблю поки И у нас поэтому не только пицца, у нас есть роллы, поки, вок Вот, потому что обычно, то есть, опять же, сидишь в компании с друзьями И кто-то там пиццу есть, кто-то роллы, кто-то поки И чтобы в одном месте было, можно заказать Соответственно, вот у нас это все в одном месте Вот, у меня очень много друзей, клиентов моей компании Они меня там пишут и положительные отзывы пишут, если мы там что-то косякнули Вот, мы это все, соответственно, разбираем и справляемся И я, получается, как первый потребитель своего продукта И, исходя из этого, собственно, из этих предпочтений мы и развиваемся Но расширение меню происходило То есть, правильно будет, наверное, даже так сказать Меню было сразу на такое количество позиций, как вы сейчас озвучили Или все-таки начали спиться, а потом поняли, что вот нужно Ну, стартанули мы с пиццей и роллов Потому что, ну, я когда продвигал разные компании Я увидел, что когда пицца плюс роллы, там и средний чек повыше И чуть-чуть клиентская база пошире получается А потом мы добавили туда вок и потом мы добавили туда поки Вот, я слетал на Бали, в Индонезию Попробовал, что это вкусно Потом приехал в Москву, перепробовали мы с нашими поварами Там все поки, которые есть в Москве Вот, и сделали свой поки И теперь у нас там поки тоже в меню есть Плюс 7903-797-6333 О, кстати говоря, сразу хороший вопрос от наших зрителей Не люблю выкидывать посуду, коробки, одноразовые судочки Вообще, есть ли возможность сделать безмусорное производство Ну, там, на обмен, еще, может быть, какие-то варианты Это же у нас, так скажем, экологичность, это тренд Я знаю, что некоторые экспериментируют в этом плане Но, как, скажем так, взять, например, картонные коробки, да, для пиццы Это разлагаемый материал И уже переработанный, насколько я знаю Поэтому тут с этим никаких проблем нет Он, там, экологичнее, чем если бы мы, там, в каких-то, там, не знаю, коробках Которые надо возвращать Их бы все равно все не возвращали бы Также бы выкидывали Просто это бы стоило и дороже, как бы, и больше сложностей И чувство вины потом у кое-кого, кто не сдавал бы коробки Поэтому, мне кажется, так вот сейчас, как в России это сделано То есть, там, пицца в коробках, это самое оптимальное Вот, на доставке Артем, ну, вот, когда вы пришли вот к мысли о том, что надо, да, хочу, скажем так, создавать свое производство То есть, понятно, что был богатый наработанный опыт в продвижении Но, вот, что касается именно кулинарии Вы в эту историю погружались? Или вы относитесь к тому, типа, предпринимателей, которые говорят Так, нет, я в этом ничего не разбираюсь Найму-ка я профессионального человека и делегирую ему часть полномочий Условного, там, шеф-повара, управляющего Ну, я вообще за то, что даже если я в чем-то разбираюсь Все равно лучше найти профессионального человека и делегировать ему эту часть А предки тип, надо сказать, для нашей страны Да, не всегда это получается, честно говоря Потому что, если что-то умеешь, хочется очень сильно делать это самостоятельно Но это неправильно с точки зрения бизнеса Потому что роль владельца компании — это, как бы, ну, определять какие-то цели, куда мы идем И, там, смотреть, у кого что есть Там, исходя из этого, думать, что можно сделать, чтобы стать лучше И давать, собственно, эту информацию команде А дальше, например, операционным управлением занимается отдельный человек Потому что, если бы я, например, должен был бы управлять, там, производствами, да, которые открываются То я бы их не открывал, потому что это же время, да, силы Поэтому, как бы, управлением операционным управлением занимается один человек А именно придумыванием развитием другой То есть это несоединяемые вещи А если кто-то соединяет, ну, это обычно в ущерб либо первым, либо вторым уйдет Вот, и то же самое с поваром У меня, соответственно, профессиональный человек Который, там, очень много лет этим занимается Зовут его Антон Он у нас бренд-шеф И вот он у нас следит за тем, чтобы все было вкусно То есть, если я, там, вижу какую-то идею Я говорю, типа, Антон, смотри, мы можем такую штуку сделать Они, соответственно, там прорабатывают, собирают И потом, там, ну, иногда, там, на финальную дегустацию Я тоже приезжаю попробовать И если у нас получается, чтобы это было, там, недорого, повторяемо Это, кстати, вот именно в сетевых компаниях очень важно повторяемо Потому что, там, один раз это сделать окей А чтобы это, там, во всех точках одинаково делать Это уже, прямо, целая задача Вот, и, собственно, вот у меня этим занимается именно профессиональная команда Которые, там, профессиональные технологи Там, бренд-шефт и так далее То есть я сам этим не занимаюсь Я, там, ориентируюсь хорошо в рекламе, там, в бизнесе В операционных каких-то Ну, даже, наверное, там, ну, там, в персонале Вот Но, опять же, стараюсь это не делать Чтобы это делала команда И именно за счет этого За счет того, что у меня классная команда собралась Которая это умеет и любит делать У меня получается ездить и смотреть, что есть нового И, соответственно, добавлять это потом к себе Наши слушатели пишут Елизавета из Москвы Что как раз наслаждается пиццей Между прочим, от фудбенда Да, еще и под серебряным дождем Это просто комбо Елизавета, нам очень приятно, что вы слушаете Друзья, еще раз напомню Плюс 7903-797-6333 Ну, смотрите, что, вот, возвращаясь, да К, именно, выстраиванию бизнеса Я так понимаю, что Раз у вас есть бренд-шеф То найм нового персонала Это, видимо, какое-то коллегиальное, да, решение Ну, все, что касается, там, скажем так, кухни Это, наверное, под бренд-шефом То есть, понятно, что есть HR Который делает предварительный отсев Там, вакансии, вот это все Смотрит, чтобы люди были, там, с правильными ценностями Чтобы им, ну, как бы это нравилось Чтобы они были, там, порядочные Там, мотивированные, да Там, чтобы им интересно было Вот, а дальше уже, как бы, из этих кандидатов Там, бренд-шеф выбирает, там, наиболее профессиональных И, там, с кем ему комфортно И то же самое, там, во всех остальных, как бы, отделах То есть, тоже сначала идет предварительный отсев HR И потом уже, соответственно, руководитель выбирает Из тех, кто прошел вот этот первый этап А вот к вопросу о повторяемости, да И вот об этой планке качества, которую нужно держать Здесь же еще такая есть штука, как продукты Разные по вкусу, в разных регионах Как справляетесь с этой историей? И вообще продукты какие? Местные? Ну, местные, да, в основном И у нас, в основном, сейчас Москва-Подмосковье Вот, у нас есть еще там в Казахстане В Алматы мы открылись Попробовать, как это Вот, но в основном у нас там Москва-Подмосковье И, к счастью, у нас, на самом деле, в России Вот, сфера ресторанного бизнеса Она очень хорошо развита По сравнению, там, с остальным миром Вот, то есть, там, где обычно говорят, типа Вот, у нас ничего нет На самом деле, у нас очень много сфер, которые очень крутые Это вот ресторанная, там, банковская сфера Банкинг, да Да, это просто супер И поэтому, там, с точки зрения логистики продуктов У нас все достаточно неплохо И, там, у нас сейчас свои производства появляются разные Поэтому... А, даже свое производство? Ну, я имею в виду, что в России, там, там, мукумы А, в этом смысле Да, да, да Там, форель, лосось, мурманский Поэтому, что, там, для суши То есть, бренд-шеф доволен? Ну, по крайней мере, все вопросы, которые возникают, они решаются Вот, я знаю, было там, про картошку в 22-м году Была, была, да, история Ну, вот, я спросил просто у Антона, так как он больше в теме Он говорит, это вся история такая То есть, это Макдональдс придумал Чтобы, так сказать, ажиотаж создать А, на самом деле, проблемникой с картошкой-то и не было Так, хорошо А вот вы упомянули, что у вас есть опыт открытия точки в Казахстане Вы этим опытом можете поделиться? С какими сложностями столкнулись? Или пришли и все сказали Ура! Наконец-то! Фудбенд! Мы столкнулись с большими сложностями Потому что это совершенно другой регион Там другая культура немножко потребления То есть, кажется, что все одинаково На самом деле нет То есть, и там, начиная со стройки Мы там обожлись выборами подрядчика по стройке Которой мы там сейчас с ними судимся Вот, потом у нас там были сложности с курьерами очень сильно Потому что там чуть дождик пошел Ребята такие, ой, мы не хотим ехать Нам там холодно, я там прослежусь или еще То есть, у нас ребята как бы более такие работящие Ну, прям, то есть, скажем так Их погоды плохой не испугаешь Вот, а там прям надо было уговаривать Потому что у нас, типа, у нас есть заказы Их надо отвезти, ребят, давайте, что вы Вот, и, ну, и с точки зрения, опять же, рекламы Там тоже по-другому немножко работает И, ну, мы сейчас там работаем Но прям это непросто Там очень много задач, которые надо еще решать Вот, то есть, это такой первый опыт И он еще в процессе У нас просто не так давно как раз здесь в студии был разговор О том, как правильно российским предпринимателям Выходить, например, на китайский рынок, да И одной из ошибок, которую называли Как раз не изучение того, как, да В каком формате, в какой форме Надо доносить рекламу именно до китайского потребителя Что это вообще другое восприятие мира Здесь какие-то такие похожие, я правильно понимаю? Тут я бы посоветовал находить локального партнера Вот мы не сделали это И я сейчас понимаю, что это было бы, наверное, большим плюсом Если бы мы нашли локального партнера Потому что бы, ну, который тоже с этой сферой Которому тоже интересно И это бы очень много вопросов просто бы сняло Которые мы сейчас пытаемся решить Вот, ну и решаем Плюс 7903-797-6333 Что касается изменения меню Знаете, есть такая история Я уже не знаю, насколько она соответствует действительности К упомянутому Макдаку О том, что когда они заходили на французский рынок Пришлось изменять меню И добавить салаты Свежие, зеленые салаты Потому что иначе французы говорят Вот это, нет, простите, мы это есть не будем Вот в Казахстане вы почувствовали Какое-то такое движение интересное? Я сейчас скажу Ну, у нас, во-первых, там вся То есть у нас там нет свинины У нас там всего халяль Вот, у нас там колбаса из курицы Пепперони из курицы для нас специально делают Вот, это первое Ну и плюс там есть свои особенности Например, в России у нас декабрь-январь Это там пик продаж традиционно Там январь-февраль это провал Потому что у них там начинаются праздники, соответственно И плюс у них культура такая То, что они дома собрались, наготовили И потом им еды еще хватает на какое-то время То есть это меньше заказов А у нас наоборот То есть у нас проще там собрались с друзьями Пиццу заказали И никаких сложностей И никакой головной боли это называется Ни с готовкой, ни с чем Вот, и это все, конечно же То есть надо в идеале изучить До того, как начинаешь работать В Китае, например, Макдональдс Там бургеры острые Я сам не пробовал Но как бы, потому что я острые не ем Ну, по минимуму ем, скажем так Вот, но знаю, что в Китае Он там адаптирован под Китай, например Так, наши слушатели интересуются Можно ли узнать у вашего гостя Они работают только на доставке Или у них есть точки, куда можно прийти физически Значит, еще раз я обращаю ваше внимание Нашего гостя зовут Артем Халимоненко Это основатель сети ресторанов доставки еды Фудбенд Что касается точек, куда можно прийти ногами Да, у нас есть У нас есть на Дмитровской небольшой зал Он случайно получился как эксперимент У нас есть большой зал в Троицке Там партнер снял помещение Что-то там сколько-то много метров Вообще там большой зал, больше 150 метров И мы его прям сделали Там картины искусственным интеллектом Нарисованы по стенам То есть сюда можно ходить не просто как пиццу поесть Еще и как галерею сходить Вот, он классный, там, как именно такая зона отдыха Там детская комната Потом настольный этот бильярд А, не, не бильярд, как это Футбол, настольный футбол Ну, короче, очень-очень прикольно сделан зал Там не только... Ну, такое пространство развлечений условно Да, 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 да Там инстазона есть хорошая такая для фотографий Потом у нас есть еще в Бутово партнер Он искрился на фудкорте Вот туда можно сходить Вот, но в основном мы, конечно, в даркитчинах Потому что, если взять, например, Москву, центр То нам важна не проходимость в месте, где мы открываемся Потому что у нас доставка А удобная логистика и недорогая аренда Сейчас остановитесь вот на этом моменте И дайте пояснение о том, что такое даркитчин Что такое даркитчин? Это тот же самый ресторан У которого просто нет зала для посетителей То есть берется помещение Делается там ремонт Там со всеми нормами СЭС Там вытяжка, плитка, там, оборудование Все то же самое Просто у него нет зала И за счет того, что нет необходимости Того, чтобы посетители там проходили Можно брать более дешевую аренду Вот, самое главное Чтобы была удобная логистика До клиентов из этого места Чтобы легко можно было там сесть на электровел Либо на машину и доехать А сколько таких точек у нас получилось? Ну, внутри МКАДа сейчас порядка 20 Да, если за МКАДом То там еще где-то 10 По-моему, сейчас в Москве порядка 30 У нас открыто Ну, и там в Казахстане Ну, я так понимаю, что это не предел В планах расширяться И в Москве тоже Да, да, да То есть я почему говорю примерно Потому что у нас есть несколько партнеров Которые, например, подписаны И сейчас строятся Есть несколько, которые подписаны Сейчас ищут помещения То есть у нас недавно Вот выставка франчайзинга была И там еще тоже несколько желающих Я знаю, есть там с Краснодара Желающие открыться Челябинска Вот Ну, как бы мы стараемся выбирать Тоже партнера Чтобы он, ну, не только с деньгами был И желанием Но чтобы он еще понимал Во что он вписывается Потому что там Плюс он будет, например Если партнер уже понимает Как рекламироваться в своем городе То есть у него есть, например Там какая-нибудь своя сеть Там наружная реклама, например Или там интернет-провайдер У которого там, допустим, 100 тысяч абонентов И ему очень легко будет Ему надо просто Мы им даем технологии Там строим условно Кухню помогаем И дальше он просто На свою клиентскую базу Там приземляет Дополнительный сервис И говорит А вот у нас еще и пицца Есть партнерская И все сразу заказывают Только как бы в плюсе С минимальными вложениями А если человек там Условно с бизнесом Плюс-минус ничего не имел У него просто есть деньги То для него это будет тяжело Скажем так Для него это будет Плюс-минус прям ад На первые два года Потому что очень много Зато честно вот сейчас Все прозвучало Ну да-да-да То есть мы, конечно, помогаем И мы открываем все наши наработки партнерам Там как мы рекламируемся Где мы там продукты покупаем Все технологические карты Там система обучения И так далее Все это даем Вот Но плюсом Если партнер локально Он уже понимает Как он будет, соответственно, рекламироваться локально То есть да Мы делаем рекламу у блогеров Федеральную Это все Но, конечно, если он хочет быть успешным Там в своем городе То ему надо локально что-то Либо нанять профессионального маркетолога Либо заниматься этим самому Ну, то есть не просто взял, отдал денег И дальше я сижу, ничего не делаю Да-да-да То есть надо будет напрячься Аналитику И прочее-прочее Мы хотим сейчас вот Прорабатываем такую возможность Сделать управленческую еще франшизу То есть сделать так, чтобы моя команда Могла управлять другими ресторанами Там своими И там, допустим, может быть даже не фудбендовскими То есть грубо говоря Что партнер, допустим, просто с деньгами И он не хочет заниматься операционным управлением Он, например, там ему интересно порекламировать Рассказывать, что теперь он там партнер фудбенд Да, но ему не интересно заниматься операционкой Он просто покупает у нас эту услугу Вот И, соответственно, открывается по франшизе Мы ему оказываем услугу управления А он, соответственно, ну просто является собственником, владельцем И там рассказывает всем то, что вот у него фудбенд Ну, это круто Это хорошая идея Вот И плюс еще у нас там, например Можно теоретически купить Например, у нас там есть партнер Который, в принципе, например, если ему предложат там, допустим, 5 годовых прибыли Он согласится продать Вот И если это взять вместе со связкой услугой управления у нас То это получается как пассивный доход То есть у тебя есть, получается, пиццерия, которая работает Есть команда, которая профессионально этим управляет Ты об этом не паришься И, то есть, это гораздо выгоднее, чем депозит Плюс 7903-797-6333 Друзья, это номер нашего ватсапа Кстати, пока слушаете эфир, можно, между прочим И пиццу заказать Так тонко намекаю я Слушатели пишут Когда дети были подростками И как только они начинали зарабатывать У них ожидаемо случился пиццерийный угар Такое словосочетание Каких только не пробовали Но стоило попробовать футбенд Все, плав forever Сообщение, к сожалению, без подписи В наш ватсап И интересуется, если учесть, что вы начинали с продвижения Какие, как вы считаете, люди сейчас в основном топ-3 Совершают ошибки, выходя только на рынок? На рынок именно пиццерии? Давайте ограничимся все-таки, да, вашему профилю Ну, топ-3, наверное Вот чего не надо делать? Чего не надо делать? Не надо, если вы это делаете первый раз Не надо открываться без партнера Опытного уже в этом деле Иначе это будет очень дорого, долго и больно Вот, то есть, ну, как всегда лучше Если там что-то новое, взять какого-то опытного Там, наставника, там, купить франшизу Или что-то еще Но чтобы кто-то говорил, как это, соответственно Либо иметь свой опыт Например, там, человек, допустим, там, 10 лет Там, проработал в пиццериях И да, ну, понятно, что он сможет свое открыть Там, по крайней мере, шанс у него выше Чем если, там, человек 10 лет чинил телевизоры И потом такой, блин, сделаю-ка я пиццерию Что-то вот захотелось Да-да-да А потом удивление то, что не работает Так То есть, важно, наверное, самое главное Это просто найти кого-то именно специалиста Которые в теме Взять, там, договорить с ним О партнерстве Чтобы он, там, не соскочил с этого поезда Там, через пару месяцев И тогда, да, тогда больше шансов Ну, мне кажется, это все-таки Это какая-то такая должна быть проделана Работа над собой Потому что я часто здесь сталкивалась В том числе и в разговорах с предпринимателями О том, что Нет, я сам Ну, как мне кто-то будет советовать Ну, что я вот Я лучше всех знаю Вы как-то в себе это преодолевали Отношение, скажем так, к жизни Или вы вот такой Мама родила, что называется Ну, как? Это просто опыт, который Некоторые покупают дешево Потому что слушают других Некоторые покупают дорого На своем опыте Я покупал этот опыт В разных сферах По-разному Где-то очень дорого платил Где-то, там, ну, например, там С выходом в другую страну Мы как бы на своем опыте Вот А где-то мы, там, например, Там привлекали экспертов Они нам рассказывали, как надо Вот Поэтому Я думаю, у каждого человека Просто свой путь Кто-то на своих ошибках учится Кто-то на чужих Друзья, еще раз напоминаю Что у нас видеотрансляция На канале Серебряного дождя В YouTube Там тоже можно задавать вопросы Нам уже пишут о том Сколько стоит пицца Я думаю, что мы О приложении поговорим обязательно Где можно ознакомиться В том числе и с ценами А пока можете и без нас Между прочим, скачать, заказать Заодно потом поделиться Какие цены Я, кстати, могу поделиться Самыми прям топовыми пиццами Которые вы можете только у нас попробовать И не найдете Поэтому качайте, я расскажу О, давайте Во второй половине часа поговорим про топ Еще раз напоминаю Не только WhatsApp, но и Telegram Работают по одному номеру Плюс 7903-7976-333 В гостях у Серебряного дождя Артем Халимоненко Основатель сети ресторанов доставки Еды, фудбенд Мы вернемся буквально через 5-7 минут Друзья, это программа Анализируй это Меня зовут Дарья Гордеева Очень интересный разговор Про любимое Про еду В первую очередь в гостях У нас Артем Халимоненко Основатель сети ресторанов доставки еды Фудбенд Наш слушатель Миха Пишет, что фудбенд Вкусное тесто у пиццы В отель много заказывают Как сотрудники Так и гости Я вам передаю Ну и я ждала этого вопроса И, конечно, по трансляции пишут Пицца с ананасами Имеет право на жизнь? У меня ощущение, что это звучит Как проверка вас Знаете, Артем Все имеют право на жизнь Пусть цветут все сады Да, у нас пицца с ананасами Насколько я помню Если сравнить с 23-22 год То выросла в продажах Примерно процентов на 55 Вот С мандаринами Это уже такая наша тема Так, я хочу еще раз это произнести Пицца с мандаринами? Да, да В Новый год очень Вообще У меня ребята Вот Новый год закончился Мы ее вывели Ребята спрашивают Типа, зачем, зачем Верните ее обратно Мы ее хотим Обалдеть Зашло вообще очень вкусное Вот Ну и именно как новогоднюю Такую позиционируешь Новый год А вот хотят, чтобы мы ее вернули Сейчас посмотрим Может вернем Удивительно Из необычного Из того, что вот лично мне нравится И того, что вы больше нигде не найдете У нас есть офигенная пицца Семь сыров Вот Ну то есть есть четыре сыра Ты ее нахваливаю Да, в WhatsApp пишут Мы ее улучшили Вот Потом есть груша blue cheese Ее, наверное, уже многие пробовали Вот Есть Очень мне нравится Пицца том-ям Вот Кто И кто был в Таиланде Знает суп том-ям И кто не был в Таиланде Вот обязательно Просто рекомендую Попробовать Это вообще топ То есть Если вы, например Боитесь, что она острая Она не острая Она такая Немножко пряная То есть Я сам там не ем острое Вот Но ее я очень люблю Потому что это Ну прям необычное сочетание Там Соуса Креветочек Там пиццы Прям Короче Надо попробовать Для тех, кто любит острое В приложении же есть опция Добавить к ней примерно 867 порций халапени Там, да, там можно добавить Начинку Вот Но по умолчанию Она идет То есть Ну там Там чуть-чуть есть Такой вот именно Потому что Мьян Ну то есть Без этого там Нельзя сделать Но он прям Очень-очень Лайтовый То есть Нет Никто не погибнет Так Приложение мобильное У вас есть? Насколько я знаю Вы вообще По этой теме Вы крутые Да У нас Своя команда Ребят Которые делают Мобильное приложение Наше У нас оно В андроиде В ios Футбенд Забивайте Скачивайте Там гораздо больше Выбор Там есть там Специальные акции Которых нет Больше в других местах Там есть там Сетов Ну расширенный Список Больше всего Именно через приложение Да-да-да Именно через приложение Поэтому лучше всего Конечно через приложение Заказывать Ну и плюс Это удобно Когда там сохранился адрес Там проще повторить заказ Можно карту привязать Вот Ну и там есть Промокоды Скидочки Дополнительные Которые только в приложении Работают Футбенд Так и называется Да Футбенд То есть Можно прямо сейчас На вечер Все запланировать Классный отдых Это Скачать приложение Выбрать какое-то время Когда вы хотите Собраться с друзьями И просто сделать Отложенный заказ На это время Там в приложении Есть такая опция Например там доставить Там не знаю На 9 вечера Допустим Вот И позвать друзей И сделать просто Такую небольшую посиделку Там посмотреть кино Например Либо поиграть в какие-то Настолки И съесть вкусную пиццу Там Либо роллы Например Если там кто-то пиццу не ест Он может роллы Давайте по меню Пройдемся Чтобы действительно Слушатели понимали Весь объем Что мы говорим Не только Про пиццу Хотя серебряный дождь Подтверждает Что в фудбенде Очень Очень вкусная пицца У нас вот редакция Как раз Грушу обожает Вот это вот Все прям Девчонки любят Да Что еще Значит Поки Что Ну вот я Конкретно Являюсь клиентом Я люблю Поки с лососем У нас есть выбор На рисе Или на киноа Кому как нравится Я ем И то и то Вот Потом У нас есть Ну Воки Воки Я ем реже Я в основном Заказываю Либо пиццу Либо роллы Вот Ну ролл Например Филадельфия Классическая Либо например Есть грин ролл Это с игруцом С курицей То есть он Недорогой достаточно Но такой вкусный Тоже Вот Есть у нас Вкусные салатики Рекомендую Очень попробовать Еще суп Томха Это тоже Тайский суп Он тоже Не острый Такой Ну то есть Пряный И это необычно Скажем Там будет То есть Это не то Что вы привыкли Ехать каждый день Это вот Из необычного Плюс у нас Есть морсы Вот Ну там Обычно Например Если мы заказываем Там несколько морсов Чтобы пить Там допустим Там 3-4 пиццы На компанию И там Кто хочет Может там роллы Либо покер Вот как-то вот так В среднем Это выглядит Слушайте Вы так Сакцентировали О том Что Томха Необычный То есть Я так понимаю Что Все-таки Ваши повара Приближаются Вот Не к московскому Томьяму И Томха А вот туда Ближе Как-то Где Они где-то учились Вы нанимали им Людей То есть Вот Как Сейчас расскажу Как это происходит То есть У нас есть там Соответственно Бренд-шеф Который разрабатывает Там Меню Потом Соответственно Подключается Технолог Он Смотрит так Как это Сделал стандартно Во всех Соответственно Пицериях Делается Технологическая Карта Вот Повара Соответственно Обучаются Они уже Помнят Как готовить Но на всякий случай У них все равно На стене Где они готовят Перед лицом Есть технологическая Карта На каждое блюдо И они там Четко по рецепту По весам Там нужно Количество ингредиентов Соответственно Сделать Поэтому получается Соответственно Плюс-минус Там стандартный Вот Вот как-то Так это работает И Плюс еще Наверное Если там Вы где-то В Тае Попробуете Там Том-ям Он может быть Ядерно-острый Понятно То что у нас Он немножко адаптирован Вы чем севернее будете двигаться Тем острее будет Да То есть у нас Он адаптирован То есть его можно есть Это вкусно Вот И не нужно бояться Что там Будет сильно остро То есть понятно Что это адаптировано Под нашего потребителя Так Вопрос Еще от слушателей Друзья До конца этого часа Я напомню У вас есть возможность Узнать про пиццу И не только пиццу Все что вы хотели В гостях У Серебряного дождя Артем Халимоненко Основатель сети Ресторанов В доставке еды Фудбенд Как мы уже сказали Можете воспользоваться Приложением Тем более что там Всякие хорошие Прихватухи Есть для вас Добрый день Интересный гость Спросите пожалуйста Можно ли пиццу На тонком тесте Заказывать Пицца на тонком тесте Она хуже себя ведет В доставке Поэтому ее Среднестатистически В доставке вы не увидите В основном ее В ресторанах Хуже она Размакает Пока едет Куже доезжает Скажем так Но при этом У нас Бортик Он толстый Туда можно сыр добавить Он будет еще вкуснее А само тесто Где пицца идет Она там Сколько там Наверное Миллиметра 4 Может быть даже Подтверждаю И дальше идет начинка То есть Если вы не любите Много теста Вы можете просто Бортики не есть Если у вас Бортики наоборот Самые вкусные Можно взять соус Макать этот бортик В соус И тоже его съесть С удовольствием А если туда добавить сыр Либо например взять баварскую Где у нас сосиски в бортиках Пицца Вот Это вообще будет Топ удовольствия Я сейчас сижу и думаю Как хорошо что Артем Пришел в гости Не с пустыми руками А то кое-кому еще 2,5 часа Потом работать Спасибо за то Что Артем принесли Пиццу И не только Пожалуйста Так Разговорились мы Во время трансляции Для YouTube Друзья Пока вы слушали музыку Пока вы слушали новости Тут поступил вопрос От нашего слушателя Петра Есть ли пицца без глютена И я хочу Артем Чтобы вы в эфире Ответили на этот вопрос Еще раз Да Хорошо Ну в принципе Такое делают Вот Но мы такое не делаем Потому что Там Глютен Она Это как основная Составляющая теста Вот И если вы хотите Пиццу там условно Без теста Возьмите салат Например То есть Ну Мне кажется так То есть Мы делаем Такую хорошую Классическую Вкусную пиццу И там Мы прорабатывали Этот вопрос Там с глютеном Ну как бы поняли Что вкуснее Вкуснее Вот как есть Вот То есть понятно Что если у вас Там есть какие-то ограничения По питанию То Ну наверное Тогда лучше заказать Там роллы Либо поки Либо пойти В какое-то специализированное Заведение Вот А у нас То есть Например У нас там Вегетарианские блюда Они там практически не идут Мы там разные пробовали Делать Там Вегетарианские пиццы Там пицца с кукурузой Еще что-то такое Ну То есть Наверное Это вот специализированные Вегетарианские кафе Там это все будет на ура Пользоваться спросом А у нас там люди заказывают Пепперони Там Четыре сыра Том-ям Там Вот Мясную То есть Вот Мы больше про это Я даже не знаю Имеет ли смысл После вот этого Вот мясное Баварские колбаски Много сыра Семь сыров Спрашивайте Вообще Существует ли у вас Такая штука Как постное меню Да Существует Серьезно Конечно Да Мы делаем У нас Должен быть Даже в раздел В приложении Постное меню Надо посмотреть Я честно говоря Сейчас не проверял Но мы каждый год Это до этого внедряли Сейчас наверное Тоже сделали Ребята Вот Вы кстати Можете посмотреть Сейчас Ой Слушайте Посмотрите Ребята Напишите Есть ли там Я не знаю Честно скажу Я точно знаю Что делали Но должно быть Но я сам не проверял Вот Так Кто уже успел установить Ибо пользователи Которые нам писали Что они являются Постоянными Клиентами Фудбенда Напишите Что там С постным меню Происходит Так Еще Из вопросов Которые задают Наши слушатели Плюс 7903 7976333 Существует Такое утверждение Что есть Мода На определенные Блюда Есть ли Мода На какие-то Конкретные Виды пиццы На вашем Опыте Мне кажется Знаете Как Сначала Все умирали От паназии Вся Москва Потом там На смену Пришло еще Что-то Потом еще Действительно Такие волны Наблюдаются Ну Они может быть Не так сильно Выражены В нашем сегменте Понятно Что Одно время Поки Не было Потом Везде Было Поки Потом Все Отпустило Вот У нас Есть просто Топ Продаж Там Туда Безусловно Входит Пепперони Мясная Вот И Там Какие-то вещи Например Они Когда становятся Популярными Мы их вводим Вот Если популярность Падает Мы их убираем Но это Не сильно Влияет Это там В рамках Плюс-минус Погрешности По крайней мере В нашем сегменте Это не сильно Мы там Я знаю Из того Что мы вводили Выводили Мы Одно время Делали окрошку Каждое лето И потом По-моему Один год Мы не стали делать окрошку Потому что Ну то есть Ее почему-то Не так много брали Вот То есть Мы еще на это смотрим Связано ли это С модой На окрошку Или ее отсутствием Непонятно Вы знаете Мне кажется У окрошки Есть два агрегатных Состояния Это вечный спор На квасе Или на кефире Да Что касается Мода на отсутствие Окрошки Вот про такое Я что-то не слышала Плюс 7903 797 6333 О Постное меню Есть Артем успел Сам проверить Собственное же приложение Алена из Москвы Пишет Добрый день Стою в пробке Нервно сглатываю слюну Зашла на сайт Поглазеть И чую Я ваш клиент Передаю Да Кстати Это вот очень удобно Что когда стоишь в пробке И хочешь есть И понимаешь Тебе ехать до дома Еще час Как минимум Можно заказать И приехать И еда сразу приезжает И вот в этом Прям плюс доставки То что экономишь время Вот и правильно Используешь время в пробке Я бы сказал Так По поводу кстати говоря Доставки слушатели Тоже задают вопросы Друзья Давайте мы сделаем так Сейчас на пару минут перерыв После этого Продолжим разговор Артем Халимоненко Основатель сети ресторанов Доставки еды Фудбенд В гостях у Серебряного дождя Анализируй это Так друзья Это программа Анализируй это Меня зовут Дарья Гордеева В гостях у меня Артем Халимоненко Основатель сети Ресторанов доставки Еды Фудбенд Напомню Что Вот В предыдущей половине часа Обсуждали в том числе Приложение Фудбенд И Артем рассказывал О том Что там Много всяких акций Бывают Интересных В том числе мы проверили Есть ли постное меню Оно в кассе есть Так Из того Что Пишет В городе Перми Хотелось бы Увидеть Вашу франшизу Можно написать В отдел Франчайзинга Вот да Куда Оставить заявочку У нас на сайте Есть ссылка Франшиза Вот И соответственно Там общая информация И плюс Возможность Оставить заявку И дальше уже Там с вами Скорее всего Либо Кирилл Либо Кто-то из его команды И можно обсудить детали Как открыться В той же самой Перми Например То есть можете Сами себе пиццерию Открыть Дорогой наш Слушатель Не подписавшийся И по поводу городов Как раз интересуется В каких еще городах Кроме Москвы Можно купить Заказать Вашу пиццу Или может быть Где-то можно Ознакомиться С интерактивной картой Ну у нас В мобильном приложении Есть соответственно Карта Там внизу Кнопочка справа Информация И соответственно Зона доставки И там прям Обозначена зона Где мы возим И флажочки Все соответственно Филиалы Которые есть Там Все партнеры Вот Можно там все это посмотреть И если например Вы видите Что у вас еще Доставки нет Можно опять Также написать В отдел франчайзинга И сказать Там спросить Что нужно Чтобы открыться Соответственно Вам расскажут Всю эту информацию И если есть Желание То можно Стать партнером Просто И запуститься у себя Так Ну и еще вопрос Друзья Я напоминаю Плюс 7903 7976333 Видеотрансляция На канале Серебряного дождя В YouTube Если кстати говоря Вы к нам только что Присоединились Поняли что пропустили Интересный разговор Обращаю ваше внимание Что через несколько дней Эфир появится На странице Серебряного дождя В Дзене Про То есть ли У Фудбенда Фиксированное время Доставки Как мы все Прекрасно знаем Время доставки В Москве Зависит от пробок Да Нам уже писали Вы прям в пробке Не доставляете Жалко Да Да Поэтому мы делаем Как Мы в момент Заказа Смотрим Расстояние До того адреса Который указал Клиент По Яндексу Вот То есть у нас там С Яндексом Партнерка Они нам дают Информацию Сколько времени Вести И мы просто Прибавляем Время готовки И показываем Перезаказом Клиенту Время То что до вас Будут вести Столько то Вот Показываем С небольшим запасом Сверху Вот Там стараемся Быстрее привести Чем это время Конечно Но как бы Время это динамическое Оно не фиксированное И вы его увидите В момент заказа Вот Плюс-минус Примерное время Указано опять же В зонах доставки Там цветом помечены Там где там 30 Где 40 минут Где там до 50 минут По Москве доставка А это удобно Да Ну ты по крайней мере Рассчитываешь Да Предварительно видно А окончательно Уже видно В момент именно заказа У нас своя IT-система Там очень много Которая что делает В том числе Она вот это считает Еще по поводу доставки Слушательница Ольга Интересуется Есть ли у вас такая опция Доставка ко времени Ну например Я жду гостей К 8.30 И хотел бы Чтобы пиццу Доставили к 8.15 Да конечно Я вот сегодня Как раз говорил Что можно например Заранее запланировать Какую-то посиделку С друзьями И сделать отложенный заказ Просто указав его Там выбрав в приложении Там шаг по-моему 15 минут Ну да Да Это отлично А вообще Сколько в месяц Заказов у вас В месяц Можно ли это вообще В принципе посчитать Можно У нас сейчас больше 100 тысяч заказов в месяц В среднем Наверное У нас есть там Ну как бы один заказ Я думаю Это человека 3 Это вот пессимистично Я говорю Скорее всего больше То есть мы где-то Кормим там 300 тысяч человек В месяц Сейчас В том числе Радиостанцию Серебряная дождь В том числе Да Друзья Всем кто пишет нам сейчас Про открытие Фудбенда В ваших городах Просто таких много Нам даже Клининград Вот тут предлагают Я еще раз обращаю внимание Что у нас Есть же еще программа Активный предприниматель Где мы часто говорим В том числе И про франшизу Про плюсы Минусы И как бы Подталкиваем нашу аудиторию К тому что Неплохо было бы Начать себя реализовывать Как предприниматель Так вот У вас есть возможность Самому Открыть Собственно Фудбенд В своем городе На самом деле С нами не только В этой сфере Можешь сотрудничать Если например У вас есть какая-то Аудитория Там вы например Блогер Либо вы там Антикафе Отель Или еще что-то Можно с нами Запартнериться Написать Нам дадим Персональный промокод И будем платить Комиссию С каждого нового клиента Который придет По этому промокоду То есть получается Клиенту будет подарок По промокоду А соответственно Там либо блогеру Либо отелю Либо там Кальянной Будет комиссия С этого заказа Вот И это тоже Мы с этим работаем То есть у нас Короче мы Открыты к разным Продолжениям С разными другими Компаниями Мы можем делать Совместно Например партнерские Акции Мы там Как-то партнерились С ребятами Которые делают велосипеды Просто мы разыгрывали Например их велосипед На нашу клиентскую аудиторию У нас получается Достаточно много У нас общая клиентская база Там больше миллиона человек Там в месяц Примерно там Тысяч 300 кушает И понятно Что если бренд Дает какой-то Классный подарок Вот Мы можем сделать Там например Там на свою аудиторию Сделать розыгрыш Там в течение месяца Там что-то надо сделать Чтобы этот подарок получить Все люди узнают И всем выгодно Все довольны В общем друзья Отправляю вас в фудбенд И в гостях У Серебряного дождя Был Артем Халимоненко Основатель сети ресторанов Доставки еды Фудбенд Эфир пересмотреть и переслушать В ближайшие дни Можно будет на нашей странице В Дзене Артем спасибо вам огромное Спасибо вам что позвали Меня зовут Дарья Гордеева И я вернусь В следующем часе Субтитры сделал DimaTorzok